Тумсо, сколько и как можно заработать на ютубе? Итак, родственников, членов семьи Хасана Халитова похитили, об этом сам Хасан Халитов сообщил в своем вчерашнем эфире, также он сегодня сделал на эту тему пост, то есть сегодняшний день был уже третьим днем, когда от его родственников нет никаких вестей, Хасан Халитов рассказал о том, что они были вызваны в Грозный, то есть им позвонили представители власти кадыровцы, позвали их приехать в Грозный и после этого они пропали без вести, то есть сейчас местонахождение трех членов семьи Хасана, его отца и двоих родных братьев неизвестно, мы ничего не о состоянии их здоровья, как они себя чувствуют, ничего мы не знаем, вполне возможно, что люди находятся в плохих условиях, возможно подвергаются пыткам, и во всем этом самое печальное, что отец Хасана Халитова это человек преклонного возраста, ему более 80 лет и разумеется для него подобные кадыровские аттракционы, это вообще не та ситуация, которую он может как молодой человек перенести, очевидно, что они просто загоняют человека в могилу вот этими своими действиями, и так на протяжении прошлого года ему столько всего пришлось пережить, там и гастроли этих вернувшихся из Турции каких-то людей с объявлением кровной мести к нему, в сопровождении с представителями кадыровской власти, с журналистами, с камерами, оскорбления, ругань, вот это все-все-все ему пришлось пережить, потом его заставляли снимать какие-то видео там в адрес своего от сына, в общем очень много всего и так на протяжении прошлого и позапрошлого года с ним происходило, и вот сейчас очередной виток насилия в отношении родственников Хасана, опять три человека пропали без вести, и ничего об этом сейчас неизвестно. В общем, в своем привычном, в свой привычный режим обратно возвращаются кадыровцы, хотя они из него и никогда не выходили. Я напомню, что до этого младший из этих трех сыновей Кадырова, Адам Кадыров, более известный по прозвищу Шахвзаде, у него состоялся телефонный разговор, они позвонили Хасану Политову, и он угрожал Хасану, что он в течение недели или двух недель, двух недель, он его найдет и роговый труд, он его типа взорвет, если дословно перевести, отправлю тебя в воздух, значит, то есть типа он его подорвет. Делал такие угрозы, по всей видимости, но он, наверное, ищет, две недели еще не прошли, он, наверное, ищет, он роет землю носом, и для того, чтобы как-то облегчить эти поиски, по всей видимости, решили взять в заложники родственников Хасана Халитова. В общем, эта ситуация, к сожалению, как-то на это повлиять уже никак нельзя, они абсолютно не стесняются, но хотя бы сделать так, чтобы это не было безызвестно, чтобы они просто там творили все, что хотят, и никто об этом не знал, чтобы хотя бы так это не было, в общем, мы можем это озвучивать, говорить об этом. Я тут, я здесь, я рядом. Как ты думаешь, с помощью политики и идеологии возможно обрести независимость с помощью пропаганды, религии, ислам и приобретения политической и экономической власти? Я думаю, что приобретение независимости, вообще обретение каких-либо целей, это возможно разными путями, в зависимости от того, какие условия, какого положения в мире на тот момент, когда это происходит. Видите, какие-то страны становились независимыми в результате там очень длительных, кровопролитных войн. Каким-то странам везло, просто страна рушилась, как Советский Союз, допустим, просто разрушился, и они как-то без особых проблем получили эту независимость. Какие-то страны с большими проблемами, какими-то с меньшими. Поэтому надо рассматривать все варианты. Мы, в принципе, говорить, что можно только так, допустим, мы сможем это сделать только вот так. Я не знаю, я в этом плане плохой, наверное, прогнозист, и тем более предсказатель. Я считаю, что все возможно, могут быть разные сценарии. Как именно у нас это получится, не знаю, поживем увидим. Томсо, сколько и как можно заработать на Ютубе? Слушайте, сейчас, если вы русскоязычный блогер, вещающий на русском языке, и основная ваша аудитория, соответственно, находится на территории России, то вы мало что заработаете на Ютубе. К сожалению, вот эти санкции против России, они больше ударили по ютуберам. И отмена монетизации в России, это решение, которому пришли в корпорации Google, мне непонятно, почему они к этому решению приходили. То есть, каков ущерб для российского государства, для России в целом, от того, что они это сделали. Но по факту это очень серьезно ударило именно по блогерам, ютуберам, вещающим на русском языке. И практически, ну ты ничего, в общем, не заработаешь. Даже при объемах до 10 миллионов просмотров в месяц, если у тебя в целом по каналу до 10 миллионов просмотров в месяц, ты не наберешь даже 1000 евро. То есть, это вообще сейчас в тущей копейке. А набрать 10 миллионов в месяц, это как бы, надо очень серьезно работать над своим каналом, чтобы 10 миллионов в месяц у тебя было просмотр. Соответственно, представьте, если вы только собираетесь начинать, там у вас будет пару сотен тысяч просмотров, если в месяц, и из них 80-85% не будут монетизироваться, в этом нет смысла. Но для тех блогеров, которые, например, что-то делают своими руками, где нет, допустим, там нет направленности на конкретно язычную аудиторию, когда вы ничего не говорите, вы, например, там что-то можете смастерить у вас, или вы рисуете, или, я не знаю, вы по железу работаете, по дереву работаете. Сейчас много такого контента. Или, например, вы ювелир, вы там свою работу с ювелирными изделиями снимаете, выкладываете. То есть то, что смотрит весь мир, и весь мир это понимает, им не нужно что-то там озвучивать о них, то есть это просто, это контент для глаз, то есть не для слуха. В этом плане для вас, наоборот, очень хорошие перспективы, потому что если вас будут смотреть американские зрители, европейские зрители, это очень хорошая монетизация. Помимо американцев, там, европейцев, австралийцев, вас будут, скорее всего, смотреть, китайцы, Индия, хотя в Китае, по-моему, YouTube заблокировано, да, ну, через VPN будут смотреть. В общем, Индия будет смотреть, там, Азия будет смотреть. В этом плане вы сможете охватить огромное количество людей, если вы выведите свой контент там на уровень многомиллионных просмотров в месяц, то вы будете хорошо на этом зарабатывать. Субтитры создавал DimaTorzok